Всем привет! Меня зовут Дарья Скворцова и я тренер студии танца на пилоне Let's Fly. В этом видео мы с вами разберем технику выполнения смены ног и смены сторон. А перед тем, как начать разбор, хочу вам кое-что рассказать. Мы хотим, чтобы с нами могли потренироваться все желающие из любой точки мира. С мая мы запускаем онлайн школу Pull Dance. В программе тренировок будут связки Pull Dance с полным разбором трюков и переходов, уроки по хореографии с пилоном, растяжка, акробатика. И все это с нашей подробной обратной связью. Для того, чтобы вы могли попробовать и понять, подходит ли вам такой формат, мы проведем бесплатную неделю. На этой неделе будут уроки, домашние задания и обратная связь от нас. Дата старта бесплатной недели – 18 апреля. Для участия нужно просто подписаться на наш телеграм-канал. Все уроки будут там. Ссылку на канал вы найдете в описании к этому видео. А теперь давайте начнем разбор. Давайте начнем со смены ног. Начинаем с виса на дальней ноге. Обязательно убедитесь, что вы уверенно держитесь в этом положении, и у вас хорошее сцепление подмышкой и боком. Для того, чтобы сделать смену ног, нужно повести ближнюю ногу по кругу на себя. Ногу обязательно ведем по кругу, не через верх. Стараемся держать ногу как можно ниже. Как только вы перевели ближнюю ногу на себя и зажали пилон внутренней стороной бедра, выровняйте дальнюю ногу на себя. Теперь вы можете согнуть ближнюю ногу и перейти в вис. Обратную смену ног делаем по такому же принципу. Ведем дальнюю ногу по кругу, держим ее как можно ниже, выравниваем ближнюю ногу на себя и цепляемся дальней ногой. Во время всего движения очень важно, чтобы у вас было хорошее сцепление подмышкой. Теперь давайте разберем, как делать смену сторон. В этот раз мы не будем менять ногу, мы будем только менять бок и переходить с одной стороны на другую. Давайте посмотрим, как это выглядит. Начинаем с виса на дальней ноге. Далее переводим ближнюю ногу на себя, разворачиваемся грудью к пилону и переходим в журавлик. После чего заводим одноименную согнутой ногой руку под мышку и отводим другую ногу назад. Старайтесь делать замах руками, для того, чтобы было легче перейти на другую сторону. В конце движения вы должны оказаться в висе на ближней ноге. Если у вас получилось сделать и смену ног, и смену сторон, теперь вы можете соединить эти два движения в одно. Смена ног и смена сторон очень эффектно выглядят, как окончание срывов. Давайте я вам покажу несколько вариантов, с чем вы можете их соединить. На этом у меня все. Не забывайте подписаться на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить следующее обучающее видео. А если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Всем пока!